ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Супер. Удобно. Красиво. Вот он мир привилегий с премиальной картой Мастеркард. Мастеркард. Давай, вставай. Стартовую снимай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет! Это Орел и Решка. Чудеса света. И как видите, мы приехали в Китай, город Чэнду, увидеть панк. Оооо, я уже подготовился к нашему милому чуду света в белом, в черном. Я год не спал, мешочки копил под глазами. Я неделю вам буквы так желал. Я как видишь, готовилась к другой жизни. Вот пусть все решит монетка. А орел? Решка. Ооо, я подергаю их за щечки. Я вот спинка обниму. Я вот в щечке. Антон! Антон! Может, перебросим? Да, разок. Чудеса света бывают величественными, бомбесными, опасными. Но еще они бывают толстенькими, пушистыми и невероятно милыми. Большая панда – самый редкий и самый красивый медведь в мире. Это чудо природы, которое заслуживает отдельного выпуска. Чтобы увидеть панд, мы приехали к ним на родину – в край гор и бамбуковых лесов. В город Панд – Чинду. Слушайте, это какой-то восторг! Вблизи она еще милее и приятнее, чем издалека. То, что Чинду – это город Панд, видишь уже в аэропорту. Все, я перехожу на ультразвук, это как вообще выдержать? Если в аэропорту так, то что там в городе? Паша, у меня денег нет, купи мне панду, пожалуйста, одну. Хорошо, Паша, хорошо. Вот когда пиво попросишь меня купить, я тоже так сделаю. Самый удобный и самый дешевый способ доехать в центр города – это, конечно же, метро. 6 юаней и тут тоже панда. И правила поведения в метро тоже показывает мультяшный панденок. Чинду – город Панд. Сюда приезжают все панды живищемые со всего мира. И для них тут есть специальный транспорт. Панда такси! Тоша купил панда-мобиль. Так, стоп. Конечно, я мог позволить себе Бентли или Рейндж Ровер, но вы посмотрите, что там сзади. Лапки! Давайте будем честными. Внутри это… Обычное, совсем не новое такси. Но с помощью премиальной карты можно в любом авто устроить панда-пати. Ну что? Погнали к нашим? А вот и город-панд Чинду. У нас о Чинду никто не слышал. А это мегаполис, в котором живет на минуточку пятнадцать миллионов человек. Это столица громадной провинции Сычуань. Именно в Чинду впервые в мире появились бумажные деньги. В Чинду стоит самое большое здание в мире. Представляете, каждая его сторона – полкилометра в длину. Мало? А как вам такое? В Чинду собираются запустить на орбиту искусственную луну, а точнее спутник с громадным зеркалом, который будет отражать солнечный свет и по ночам освещать город. Но главное чудо Чинду – это большие панды. Они здесь настоящие суперзвезды. Панды на рекламе, панды на автобусах, панды в автобусах, панды-клумбы, панды-деревья. Вот попа панды, которая карабкается на небоскреб. А вот и сама панда. Смотришь на эту мордочку и все. Сердечко дзынь. Ну как? Панды встречают возле магазинов. По пандам узнают время. Если на часах попка панды, значит это два часа дня. Чтобы вы понимали, здесь даже домашних питомцев красят под панд. Ребята, да здесь же панда-поклонничество! Даже если ты не видишь панду в Чинду, она где-то рядом. Сами китайцы покупают и носят все, что связано с пандами. Панда-обручи, панда-брелки, панда-кепки, панда-игрушки. Полки в сувенирных магазинах ломятся от пандовых товаров. Панда-прищепки, панда-вентиляторы, панда-браслеты. Боже мой, он меня обнимает, разве я могу уйти? Панда-брелок по знакам гороскопа. Вот мои весы. Попахивает, конечно, каким-то сумасшествием. Но кто в здравом уме все это купит? Ой, лапка. Большие панды по улицам Чинду не ходят. Они живут в специальных панда-центрах. За ними тут ухаживают, лечат, их здесь изучают и размножают. А чтобы на все это были деньги, сюда пускают туристов за 8 долларов. Чтобы панды чувствовали себя, как дома, здесь все в зарослях бамбука. Пандульчики. Ой, я не могу. Как спит? Как вообще так можно спать? Как повис? Я миллион раз видела панд на картинках, по телевизору, но увидеть панду вживую – это совершенно другое. Она, как огромная живая игрушка. Конечно, соблазн невероятный – перелезть через забор, схватить его, любить, 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 обнимать. Я тоже еду смотреть на панд, но в другой панда-центр – Ду Чанье. Смотрите, смотрите, вот она, панда, панда, господи, 100 килограммов побояния несуразности. Давайте я расскажу, что за зверь вообще такой панда. Большая панда – это медведь, хотя долго считали, что она родственник енота. Размером панда, как настоящий мишка, может вырасти до двух метров и весить до двухсот килограммов. Живут панды недолго – в среднем 26 лет. Эту панду зовут Шулан, ей 25 лет, как и мне. Получается, так выглядит панда-пенсионер. А вы знали, что большая панда, кроме Китая, больше нигде не водится? Поэтому ее считают национальным достоянием. Все панды в мире принадлежат Китаю. Если вы увидите панду в зоопарке в другой стране, знайте – ее взяли в аренду у Китая за 1 миллион долларов в год. Если в иностранном зоопарке рождаются панды, они все равно принадлежат Китаю. Каждому ведь из нас хочется, знаете, подбежать, потискать, обнять вот эту панду. Но вот знаете, если вы подойдете и захотите обнять панду, то сядете в тюрьму. Панды настолько дороги Китаю, что за убийство медведя приговаривают к смертной казни. Нет, ну вы только посмотрите на этих черно-белых милах. Панды – это самые неуклюжие животные в мире. И поэтому жуть какие смешнючие. На любое движение панды люди реагируют восторгом. Не знаю, как на огонь и воду, но вот на это вот точно, вам говорю, можно смотреть часами. Глядя на панд, непонятно, как они такие неуклюжие выжили в дикой природе. Сейчас пандам жить еще тяжелее. Они голодают из-за вырубки бамбуковых лесов. На панд охотятся браконьеры. За шкуру взрослой панды на черном рынке дают 100 тысяч долларов. Все это привело к тому, что в дикой природе осталось всего лишь одна тысяча восемьсот шестьдесят четыре панды. Спасти больших панд – это чуть ли не главная миссия Китая. На защиту и разведение панд Китай тратит двести пятьдесят пять миллионов долларов в год. Это по сто тридцать тысяч долларов на панду. В результате за последние пятнадцать лет в пандовых центрах родилось четыреста маленьких пандят. Панд рождалось бы намного больше, если бы не пара проблем. Самочка может забеременеть всего лишь два дня в году. И еще панды жуть какие капризные, да и вообще не любят размножаться. Добиться, чтобы панды спаривались – это целая наука. Смотрите, в вольере две панды. На самом деле вместе могут находиться только малыши. Взрослые особи панд находятся по отдельности в разных вольерах. Но, когда смотрители научного центра понимают, что панды захотели… Они объединяют их в одном вольере, все происходит и их снова тут же разделяют. А если спаривание не происходит – животным показывают специальные эротические фильмы с пандами, чтобы научить их, как заниматься любовью. Если все прошло удачно, через 5 месяцев у мамы панды рождаются двое детенышей. С виду новорожденные панды похожи на крысят. А весят крохи всего 100 граммов. Это как если бы человеческий ребенок был размером не больше мышки. Панды-малыши – голые и беззащитные. Они даже покакать сами не могут. Маме-панде приходится массировать носом малышу-пузико. Только спустя месяц у пандят появляется их фирменный черно-белый окрас. В центре есть пандовые ясли, куда на пару минут пускают туристов посмотреть на малышей. Боже мой! Один лежит. Один всего лишь. Ты мой сладкий. Какой хороший ребеночек. Панды-младенцы очень быстро набирают вес. В 12 месяцев они весят уже 45 килограммов. Тут прям все люди растекаются в улыбках, потому что, мне кажется, нет ни одного равнодушного человека к малышу-панде. Без помощи и заботы людей бамбуковые мишки давно бы уже вымерли. Сейчас только человек может спасти это чудо света. Панды для китайцев священны. Но я нашел способ подобраться к ним максимально близко. Для этого нужно заплатить 250 долларов и устроиться волонтером в центр разведения панд. К чему оба перчатки? Чувствую, меня ждет интересная работенка. Первое задание для меня нужно собрать бамбук, который не доела панда. Ну она тут жирует. Панды – вегетарианцы. 99% их диеты – это бамбук, которого они съедают по 10 килограммов в день. Кстати, в поедании бамбука панде помогает шестой палец. Точнее, это большая мозоль на передних лапках, которая выросла специально, чтобы было удобнее держать стебли. Бамбук – еда не сытная, усваивается только сок. Поэтому 12 часов в день панда ест бамбук и потом 12 часов спит и переваривает бамбук. В итоге получается… Вот. Хочется сказать спасибо панде. Она знатно постаралась, чтобы у меня была работа. Шутки шутками, а какахи панды – это не отходы, а доходы. Представляете, в Китае есть компания, которая из фекалий панд делает салфетки для лица и продает за шесть с половиной долларов. Это еще что? Один китайский миллионер покупает фекалий панд и делает из них чай, самый дорогой в мире. Выпить чашку чая из какашек панды стоит четыре тысячи гривен. Задание номер два. Приготовить еду для панды. Надо разбить бамбук на более мелкие кусочки, чтобы панде было удобнее его есть. На самом деле панды очень капризные животные. Они едят бамбук только из того региона, откуда они родом. Поэтому если они находятся в зоопарке в другом конце мира, Китай отправляет им бамбук из их региона. Поэтому панды считаются одними из самых дорогих в содержании животных. В год на питание, уход и лечение одной панды в иностранных зоопарках уходит почти 3 миллиона долларов. В конце рабочей смены каждый волонтер получает вознаграждение. Можно самому покормить панду. Действуйте строго по моим указаниям. Заходите к панде, садитесь, берете бамбук, даете панде, панду ни в коем случае не трогайте и берегите пальцы. С Богом! Нет, ну вы это видели? Пришла и села, как в кафе за столик и ждет официанта, который ее накормит. Ну все, я здесь! Вот оно чудо света прямо передо мной. Комок невыспавшейся ваты. Слышите, это какой-то восторг! Вблизи она еще милее и приятнее, чем из Телли-Канавра. Запишу в резюме. Кормил 100 килограммовое чудо света. Я знаю, многие подумают обо мне очень плохо, но я не докормил панду. Просто интересный такой ажиотаж вокруг этого бамбука. Такой пандячий сельдерей. Кстати, ничего. Чем дольше ем, тем больше хочется лениться, ничего не делать, ходишь. Чтобы вот так на солнышке раз вот так и вот так пузико подставить и вот так хорошо и никуда не надо еще ближайшие 30 лет лежать и жиреть, жиреть и лежать. А можно мне еще бамбука? Кто там за меня отвечает? Паша, не сюда! В парке панд можно увидеть еще одно чудо света. Поменьше. Малых красных панд. Такой хорошенький. Ой, какой сладкий. Вот на кого вам похожа красная панда? На енота? Скунса? Кота? Лису? Или на панду? Согласитесь, малая панда похожа на кого угодно, только не на панду. Малые панды тоже занесены в Красную книгу. В дикой природе их осталось около двух с половиной тысяч. В отличие от больших панд, красные панды более игривые и абсолютно бесстрашные. Они сами подходят к людям и дают себя погладить. Если что, китай за это в тюрьму не сажают. У меня облизал коленки, подошел такой, облизал платье, коленки и пошел. Понравилось. Ну все, на панд посмотрели, самое время их съесть. А что вы думали, в городе панд можно попробовать панд? Ну ладно, ладно, не спешите меня убивать. Мне принесли панда-чизкейк, панда-тирамису и приготовили вот такой няшный панда-капучино. А еще в местных кафе можно найти панда-мороженое, панда-торты, пандаруны, панда-рисовые шарики, панда-суши и даже панда-пельмени. Но десерт, если честно, это вот просто бизнес. Что-то насыпали, сказали, что панда и продают. Наши чудо света – это большие панды. И я вот подумал, почему бы не провести уикенд, как большая богатая панда? Отель Six Senses King Chang Mountain, как и панды, живет в бамбуковом лесу. Обычная вилла здесь стоит 8 тысяч гривен. Но я выбрал самую дорогую и роскошную. Моя президентская вилла Six Senses за 88 тысяч восемьсот восемьдесят восемь юаней. Ведь восьмерка – счастливое число для китайцев, а количество восьмерок – счастливое число для владельца этой гостиницы. Пройдем, и мы счастливы. Моя вилла – целый комплекс, в центре которого бассейн, а вокруг четыре спальни и дом развлечений. Ну что, все по порядку? На первом этаже – игровая. Где можно раскинуть партийку в китайское домино Маджонг. Ха, 21! На втором этаже – личная библиотека и мультимедийный цепь. Так, какой включает? И, конечно, своя веранда. Вот так выходишь на нее с отрячка, вдыхаешь полную грудь воздуха и вниз в бассейн. Я шучу, я шучу. Ну что я буду рисковать ценной человеческой жизнью? Ну, оператор прыгнет. Еще в моей вилле есть отдельная спа-зона. А после массажа можно, как большая ленивая панда, перекатиться на огромную кровать в огромной преогромной спальне. Я в этом отеле чувствую себя многоуважаемой, статусной, богатой пандой. Во-первых, тут все натуральное – из камня, дерева и бамбука. А во-вторых, меня уважают, обо мне заботятся и все хотят меня потискать. Не-не-не-не, без рук, я панда. Заботьтесь обо мне на расстоянии. Вот теперь я разгуляюсь. С премиальной картой Мастеркард я могу позволить себе любой каприз. В городе Панд не могли не придумать жилья на тему панды. Здесь есть панда-апартаменты. Это не хостел и не отель, а квартиры в жилом доме, которые сдаются по 30 долларов в сутки. Слушайте, недурно. У меня полноценная квартира. Все в пазах. Посмотрите, сколько их тут. Панда-подушки, панда-шторы, панда-картины, панда-игрушки, панда-чашки, панда-статуэтка, панда-дозатор для мыла, панда-полотенце, панда-ваза и даже панда-мусорное ведро. Обалдеть! Даже здесь панды. Ой, ну все. Обустраиваемся, Пашка. Опандиниваемся, опанданиваем. В общем, мимикрируем панды. После такого насыщенного дня с пандами самое время расслабиться в стиле панды. Для этого мне понадобится лень и бамбук. Правда, есть я его не буду. В Чинду очень популярен расслабляющий массаж бамбуковыми палками. Сначала тебя шлепают бамбуковой палкой по сто двадцать раз в минуту, чтобы разогнать лимфы. А потом со всей силы раскатывают палкой мышцы. Больновато, но в целом терпимо. Чувствуешь себя таким куском теста, которое только-только начали раскатывать до праздничных китайских пельменей. Бамбук – готовый массажный инструмент. Он от природы гладкий, ровный и легкий. Ау, больно. Но это все равно палка, а не мягкие ладони. Вот сейчас по руке прям больно. Лицо массажируют тонкими бамбуковыми стеблями. Китайцы говорят, если делать такой массаж каждую неделю, не будет морщин. Такое удаление морщин по-спартански. Сначала больно, а потом лежишь спокойно, терпишь и по-мужски от боли пускаешь слезы в таз. Хорошенький. Спокойной ночи. 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 Доброе утро. Не то, чтобы я устал волонтерить, но что-то я зачастил к панде. А между прочим, тут есть еще одно чудо света. В 30 минутах лету от Чинду, рядом с городком Лэшань, в горе Линь-Юньшань высечена исполинская статуя. Будда-Майтрея сидит на каменном троне. Он действительно огромный. Его высота, внимание, 70 метров. Это как двадцатиэтажка. Уши по 7 метров, а голова 15 метров. Чтоб вы понимали, насколько этот Будда огромный, вот Пизанская башня, вот статуя Христа Искупителя, а вон та маленькая точка – это я. Только представьте, его построили 1400 лет назад. Без каких-либо продвинутых технологий люди простыми кирками и зубилами выдалбливали Будду в скале почти 100 лет. Почему выбрали именно это место? Посмотрите на реку подо мной. Она очень бурная. Здесь встречаются три потока и тут очень часто тонули лодки. Один монах решил, что под протекцией огромного Будды река успокоится и смертей станет меньше. И странным образом оно сработало. Река действительно успокоилась. То ли из-за того, что при строительстве лишние камни сбрасывались вниз и остановили поток, то ли из-за благостного влияния Будды. Кстати, в средневековье статуя была скрыта под деревянным храмом, но он сгорел – повезло. И теперь Буддой могут любоваться все. Ну все, я в дзен. Главное чудо Чинду – это панды, а в остальном – это серый бетонный панды. Мегаполис, где от традиционного Китая и след простыл. Но на окраине Чинду еще осталось секретное место, где сохранилась китайская магия. Это старинная чайная – Гуань-инь. Здесь можно перенестись в Китай с 100-летней давности. Когда люди отдыхали не у телевизоров и не сидя в интернете, а собирались на улице и чаевничали по несколько часов подряд. Здесь китайцы играют в домино. Вместо костяшек у них особые длинные карты. Тут же отдыхают после работы и за чашкой чая из фарфоровой кружки решают семейные дела и спорят о политике. А чтобы гости не скучали, здесь играют на сычуаньских денежных палочках. Это такие деревяшки, внутри которых звенят монетки. Владелец этой старинной чайной – Ли Чан. Он готовит чай здесь уже 24 года. Воду берет из колодца, разливает по жестяным чайникам и превращает обычные кипячения воды в магический ритуал. Ли Чан готовит чай из горных цветов. Он считается самым чистым и раскрывает свой аромат уже с первого кипятка. Сначала немного наливаем кипяточка, потом еще чуть-чуть. Прикрываем крышечкой и через несколько секунд чай готов. Присядьте ко мне, мне так хочется с вами поговорить. Может быть, вы мне подскажете какие-то азы, как нужно пить чай правильно? Смотри. Крышечка нужна не для того, чтобы чай лучше заварился. Она нужна, чтобы отодвинуть верхний, остывший слой воды и сделать глоток чая из середины. Так ты лучше почувствуешь вкус и аромат. Прям такой цветочный аромат. Смело заявляю, что это место можно причислить к нашему списку чудес. В каждом регионе Китая своя уникальная кухня. Здесь, в Чэнду, она сычуанская. Она славится своей нереальной остротой. Потому что в каждое блюдо щедро добавляют перец щили и жгучий сычуанский перец. Я выбрал себе ресторан с романтическим названием Ли Шуэ Хуа Гуо. Хуа Гуо переводится как «горячая кастрюлька», а Ли Шуэ – имя владельца ресторана. Ну, в общем, чтоб было проще – горячая кастрюлька у Иваныча. Ну что, попробуем сычуанскую кухню с огоньком. Звезда этой кухни – ХОТ ПОТ. ХОТ ПОТ – это самое знаменитое китайское гастрономическое изобретение. Это котелок, встроенный прямо в стол. В котелке кипит бульон. В него надо самому бросать сырые ингредиенты и варить по своему вкусу. Дело за малым. Осталось только выбрать ингредиенты. В общем, я заказал все, что было в меню. А вот и ХОТ ПОТ – скромно так, по-домашнему. Вот как устроен местный ХОТ ПОТ. В центре – очень острый кипящий красный бульон с сычуанским перцем и перцем чили. А вокруг булькает не острый белый бульон с овощами. Он нужен, чтобы потушить пожар во рту после первого. Ингредиенты для бульона – это жесть. Наши мамы из такого супчик бы не варили. Бамбук, тофу со вкусом рыбы, слайсы из свиных почек, свиные кишки, утиные язычки, утиная кровь, утиные кишки в крови, ну и свиной мозг. С чего начнем? Свиная почка. Готовится в ХОТ ПОТе всего 8 секунд. Ждем 8 секунд. Тут дорисую три пальца. Готово! Тяжело жить. Вкус этого мяса перебивает острота. Не чувствуется ничего, как на вот это тающего мясо в твоем рту и бесконечной остроты везде в ушах, в глазах, в носу, в разуме. Острый сычуанский бульон обжег мне рот и желудок. Еще одну пробу я просто не переживу. Поэтому остальные продукты сварю в неостром бульоне. Все сюда, не доставайся ж ты никому. Утиный язычок. Очень жилистое, даже такое ребристое, пупырчатое мясо. Ну во-первых, ее фиг откусит. Она просто не доварилась. Это может быть вполне себе вкусно, но она не доварилась, у меня хрустит на зубах. Это прям очень невкусно. А вот и кишки. Они даже выглядят аппетитненько. Это похоже, то ли на рогалик, который не получился, то ли на кольцо для предложения девушке, которое ты не то чтобы сильно любишь. У меня ощущение, что ешь какое-то насекомое. Где мозг? Ну где? Вот, да? Опа. Ну давай. Потом будут писать люди. Антон мозг ищет. Где мозг? У людей, которые это придумали. Где мозг? Вот. Я нашел мозг. Пахнет прям фаршем. Какое-то вязкое суфле, которое через секунду тает у тебя во рту. Очень странное ощущение. Вкуса не чувствуешь, но понимаешь, что ты ешь мозг. Хот-пот обладает таким многоцветием вкусов за счет разности бульонов и количества ингредиентов. Что любой может найти для себя что-то вкусненькое. Любой извращенец. Как тут шумно, столько запахов. Мы на главной гастрономической улице города Чинду. Я тоже решила попробовать сычуанскую кухню. Ее самое странное блюдо. Кто-то любит водючий французский сыр, кто-то трюфель. А жители Чинду очень любят высасывать мозги из кроличьих голов. Да, вам не послышалось. Высасывать мозги из кроличьих голов. И как же я счастлива, что как ведущая «Орел и решка» я попробую это на себе. А вот и они. Кроличьи черепушки. Обжаренные в хрустящей панировке. В каждом лотке по 40-50 голов. Ага, понятненько. И то, и то нужно попробовать. Хорошо. Ну что, начнем спецоперацию по высасыванию мозгов из кроличьей головы. Нет, мне, конечно, приходилось слышать, что я выедаю мозг десертной ложечкой, но точно не от кролика. Кроличьи мозги в Китае едят как закуску к пиву. Кстати, чтобы мозг получился вкусным и сочным, для готовки берут только головы кроликов не старше двух лет. Сначала головы отмачивают 10 часов в воде, потом маринуют в остром соусе и обжаривают во фритюре. Тяжело описать, на что похоже это мясо. Потому что оно острое. И эта острота перебивает основной вкус. Нужна вода? Я вернусь, не переключайтесь. Официантка объяснила мне, чтобы добраться до мозга, нужно разорвать кролику пасть. Оказывается, я делала все не так. Кролик, поющий арию. Когда ты видишь глотку, прям этот язычок маленький, это ужасно, как они это едят. Прям зубки видны, господи, ба! Какой-то хоррор крольчатий. У меня серьезно, меня вырвет сейчас. А где мозги? А, вот же. Боже, какие масенькие мозги! Ладно, орел-решка, работа мечты. Это похоже на паштет. Или печень. Что-то между... Я все, хорошо? В ресторанах Чинду гостям после хлеба подают зрелище. Показывают сычуаньскую оперу. В сычуаньской опере артисты не поют, а танцуют в разноцветных нарядах и ярких масках. Следите за лицом. Видели? Видели? Актер поменял маску за одно мгновение. Я теперь понимаю, почему сычуаньскую оперу называют самой искусственной в Китае. И оперой перемены лиц. Потому что только что при мне актер за первые несколько секунд сменил три маски подряд. Ребята, я не понял, как это произошло. Как он это делает? Мгновенно! Секреты оперы перемены лиц хранятся в строжайшей тайне. Но профессиональные иллюзионисты выяснили, что маски рисуют на тонком шелке и скрепляют друг с другом ниткой, а край нитки пришивают к костюму. Дальше — ловкость рук. Актер незаметно дергает за нитку, и маска слетает с лица, открывая следующую. Но как он это делает, невозможно понять, даже если замедлить видео. Дальше номер усложняют. Маски виртуозно меняются не на актере, а на кукле. Выглядит это, конечно, очень впечатляюще. Интересно, что в китайской опере разные маски обозначают не разных персонажей, а их черты характера. Желтая маска означает храбрость и беспощадность. Синяя маска — ярость и упрямство. А черная маска — это символ справедливости. Видимо, поела сычуанской пищей, у нее изо рта огонь идет. Спасибо вам. Спасибо. Сначала мы хотели спрятать сюда бамбук, но столько бамбука на 100 долларов сюда просто не войдет. Поэтому по старинке. Купюра. Записка. Клад в Чинду спрятан на улице Тонг Ци Роуд в парке Вулонг. Возле спортивной площадки ищите горку из булыжников. Бутылка ждет вас там. И обнимите за нас панду. Это был самый милый, самый черно-белый выпуск «Орла и решки». За 50 минут мы сказали слово «панда» 174 раза. Да здесь же панда-поклонничество. Пандульчики. Но панд много не бывает. Пока мы готовили этот выпуск, в Чинду мама панда Сяо Ятоу родила двух пандят. Два маленьких новых чудо света. А еще, глядя на больших панд, вдруг понимаешь, что любое творение природы – это чудо света. И сколько еще в мире живых существ, которым не выжить без помощи человека. Где мозг? Высасывать мозги из кроличьих голов. Хочется сказать спасибо панде. Кролик, поющий арию. А можно мне еще бамбука? Кто там за меня отвечает? Кунг-фу панда. Чинду, ребята, будет однозначно моим любимым городом в Китае. Столько интересных улочек, необычных людей, а панды. Единственное, жаль, что мне не удалось ее потрогать. Такими гусечками хотелось прям. Ой, Антоша, я тебя из миллиарда китайцев узнаю. Привет. А может быть ты не будешь обнимать чужую панду? У тебя вообще-то есть своя. Все, повелась на его вот эти мягкие лапки, пушистый животик, подкрашенные глаза. Иди отсюда, иди отсюда, иди. Все, все, ты тронула панду. Тебя сейчас депортируют к следующему чуду света в амазонские джунгли. Поиграла, все, пока. Пока. Что? Ты что, ты оборзел что ли? Ну все, тихо, 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 не кипятись. Я перецелую. Ну чего ты заводишь? Иди давай, все. Ребята, не надо бежать. Антош, ну подожди. 100 кг бамбука и самку весной дня на три. Он сам пришел. Он сам пришел.